Меня зовут Егор. Немного о себе. Я познакомился с машинным обучением, с библиотекой TensorFlow довольно давно, но не было возможности использовать. А тут на конференции .go был доклад о том, что появилась поддержка Go. Об этом я сегодня и хочу поговорить. Также меня это заинтересовало, потому что я слегка знаком со сферой Big Data, и Machine Learning и Big Data очень сильно связаны. Было интересно попробовать себя в этом. Цель моего доклада – рассказать об основных принципах машинного обучения, рассказать, какие есть тонкости использования библиотеки TensorFlow с помощью Go, как нужно, что можно делать, что нельзя, и, возможно, кого-то это вдохновит копать глубже в этой теме. Слишком глубоко я не буду сегодня в этой теме вдаваться, потому что это совершенно отдельная сфера, очень много информации. Я просто поставил перед собой задачу кого-то заинтересовать. Я буду показывать очень много примеров, буду приводить абстракции, поэтому начнем. Начнем с определения машинное обучение – это наука о том, как заставить компьютеры действовать без явного программирования. И это не только алгоритмы и математика. Дальше я чуть подробнее разберу, из чего это все состоит. Сейчас я хотел бы рассмотреть именно, какие есть бизнес-кейсы, какие компании это используют, что действительно это не просто так на один раз поиграться, на этом люди делают деньги, это помогает обществу и есть очень много полезных штук. На этой картинке можно увидеть кучу стартапов, они принадлежат к совершенно разным сферам, начиная от компьютерного зрения, продажи, e-commerce, security, заканчивая оздоровительными какими-то проектами, машинами и даже работая со звуком. Я думаю о больших компаниях, которые используют машинное обучение в курсе, то есть как это делают Google, Facebook, как они вырубят ваши данные и пытаются построить свои рекламные компании. Тут именно представлены всякие стартапы. Сейчас я расскажу о двух, возможно, которые меня больше всего заинтересовали, которые именно построены на этой технологии. Первый — это Bungo, его задача состоит в том, чтобы отслеживать активность в социальных сетях и в случае чего очень сильно обращать работу всяким спасательным службам и обществу. Следующая компания — это ZDJI. Возможно, вы не слышали, потому что она составляет на данный момент 70% рынка дронов, и на данный момент они создали IE для распознавания объектов, чтобы дрон не врезался в объекты, и в перспективе, уже в очень ближайшем будущем, они планируют выпускать роботов и машины, построенные на этом машинном обучении. Дальше я хотел бы разосмотреть классификацию. То есть, как вы видите, машинное обучение относится к большому классу искусственный интеллект. Тут присутствуют и Big Data, и Predictive Analytics, статистика, что можно отнести к Data Science и Cognitive Computing. Также тут есть Question Answering, Deep Learning. Сюда входят еще сверточные сети и много всего прочего. Просто тут все не поместится. Вот, это у вас было примерное представление, о чем мы сегодня будем говорить. И я бы хотел рассмотреть, чем именно отличается традиционное программирование, к которому мы привыкли, от машинного обучения. Рассмотрим пример обычной программы. В нашем случае это Arcanoid. То есть, мы просто пишем какие-то правила. Мячик ударяется в блок, блок исчезает, мячик меняет свою траекторию. Пользователь путем ввода, мышкой, клавиатурой, джойстиком двигает. Можно сказать, вводит данные, двигает этот блок. И программа, согласно правилам, которые в ней описаны, работает. Это все замечательно. То есть, мы можем спокойно, например, определить, что человек идет, что человек бегает и что человек катается на велосипеде с помощью традиционного программирования. Но, допустим, если дело дойдет до игры в гольф, то, к сожалению, все намного сложнее. И вот в данном случае можно использовать машинное обучение. В традиционных программах мы описываем правила. Согласно этим правилам, данные, которые поступают в программу, как-то обрабатываются. И мы получаем ответы. В машинном обучении все чуть-чуть по-другому. Мы в программе скармливаем данные, ответы на эти данные. И она генерирует нам правила. То есть, если мы обучим модель, примерно это будет выглядеть как-то так. У нас есть лейблы. И, согласно таким образом, он говорит, машинного обучения вычисляет конкретные шаблоны в каждом наборе данных, которые и определяют их отличительные особенности. Сейчас я бы хотел рассмотреть ими библиотеку TensorFlow. Думаю, все они слышали. Перейдем к самому интересному. О том, как установить ее на Go. И тут, в первом же абзаце, мы видим, что, к сожалению, эта библиотека не дает нам возможности обучать модели с помощью Go. То есть, нам придется делать это на Python. На данный момент есть библиотеки не от TensorFlow, с помощью которых можно обучать модели. Но вот как-то так исторически сложилось, что больше машинного обучения им занимаются на Python. То есть, я сегодня покажу, как создать простейшую нейронную сеть с помощью Python, обучить, и как запускать модели уже используя Go. Чтобы установить библиотеку, нам потребуется сначала установить библиотеку для C. Там ничего сложного. И установить библиотеку для Go. У Just4Funk есть видео, где он полтора часа пытается установить библиотеку TensorFlow себе. Простейший пример Hello World из мира нейронных сетей. У нас есть график-функции, координаты x и y, и нам нужно узнать, какая тут функция. Если немного подумать, мы придем к решению, что y равен 2x-1. То есть, нам это не составит труда сделать, а вот чтобы заставить нейронную сеть это определить, нам придется ее обучить. Именно сейчас мы этим и займемся. Я открою пример. Для начала мы импортируем библиотеки TensorFlow, NumPy, и импортируем Keras. Это именно та часть библиотеки TensorFlow, которая отвечает за обучение моделей. Дальше мы создаем модель, то есть нейронную сеть. Указываем, что в ней будет один нейрон и один свой. То есть, это простейшая нейронная сеть. Дальше мы ее компилируем. Что-то пошло не так. У нас есть Optimizer и есть Loss. Чуть дальше я расскажу, что это такое. И нам, конечно же, нужны будут тестовые данные. То есть, это то, что было только что в предыдущем слайде. Теперь нам эту модель нужно обучить. Мы в нее закидываем наши данные и указываем количество эпох. Эпоха – это один цикл прохода через наши данные, в котором нейронная сеть будет пытаться угадывать сама. То есть, например, один круг прошел эпоху. Во время второй эпохи на х-1 она пытается сама угадать, что это такое, какой там будет ответ, и сравнивать с тем, какой он здесь в действительности. И именно это показывает функция Loss, то есть, насколько угадывает нейронная сеть на данный момент. Как мы видим в самом начале, цифры очень большие, но спустя уже 500 эпох, вот уже тот результат, который мы пытаемся добиться. Теперь давайте попробуем заставить нейронную сеть и дать ответ на, если х будет равен 10. То есть, 2х-1, по идее, это 19. Посмотрим, что она нам скажет. 18,9. То есть, ну, как для 500 эпох и для простейшей нейронной сети, это не так плохо. То, чем мы сейчас занимались, называется обучение моделям. И очень забавный факт о том, что обучение моделей на самом деле загрязняет атмосферу намного сильнее, чем машины и самолеты. Например, модель трансформер с 213 миллионами параметров выделяет 87 килограммов вредных веществ для окружающей среды при обучении. И это только на начальных этапах. И дальше я бы хотел рассмотреть именно пример ногу. Я использовал модель от Тензофоу, уже обученную, достаточно урезанную, связанную с компьютерным зрением, то есть определяет основные объекты на изображение. Сейчас я хочу продемонстрировать, как это работает. Допустим, нашу программу. Я код еще рассмотрю. И у нас есть несколько картинок. Код, кутузов, пиво и самолет. Начнем с пива. Закидываем. И нам возвращается 5 основных, самых вероятных вейбов. То есть с вероятностью 0.1 это кофепот, а дальше это уже бирглаз, пейнтбраш и всякое прочее. Ну, где-то очень близко. Давайте закинем кота. С вероятностью 0.3 и 0.6 это рысь. Дальше это уже египетский код, тебби и, возможно, даже заяц. Ну и напоследок, давайте закинем кутузова. К сожалению, нейронная сеть не обучена воспринимать кутузова именно как отдельный объект, поэтому она говорит, что тут есть парик, есть нагрудник и всякие прочие штуки. Ну, то есть где-то довольно рядом. Да. Сейчас давайте рассмотрим, как это написать нагло. Итак, у нас есть модель. Вот такая. И у нас есть лейбл к этой модели. То есть на самом деле нейронные сети не выдают нам лейблы, они выдают нам цифры. И мы уже привязываемся под эти цифры, подвязываем свои лейблы. Мы импортируем это все. И я, наверное, покажу самое интересное. Вообще видно мой код? Нет? Отлично. Перейдем к репозиторию, где я уже получаю буфер изображения и его расширение. Для начала нам нужно из нашего изображения сделать тензор. Мы создаем тензор, потом трансформируем наше изображение, мы его скейлим, берем среднее значение по RGB, близлежащих пикселей. Создаем из них один. Сжимаем. Это, кстати, относится к части сверточных сетей. Когда мы используем компьютерное зрение, мы предварительно и в процессе обучения, и в процессе угадывания трансформируем наше изображение, чтобы нейронной сети было намного проще. Потом создаем из этого всего тензор, закидываем в наш граф, который мы импортировали в модель, и уже возвращаем вероятные результаты. В use case я просто отсеиваю 5 самых вероятных результатов, сортирую их и выдаю. В общем-то, ничего сложного. Кто захочет рассмотреть код поподробнее, ссылка будет в конце. Это полезные ссылки. И еще я хотел бы рассмотреть сайт с визуализацией машинного обучения. То есть у TensorFlow есть такая штука, можно с ней поиграться. У нас есть датасет с негативными и позитивными точками. Наша задача категоризировать пространство, где находятся позитивные точки, где находятся негативные. И тут добавляем всякие input, добавляя скрытые свои, добавляя выходы, мы можем увидеть, как происходит процесс обучения. Можем посмотреть, как это влияет. Тут описано количество эпох, которые проходят. Тут мы видим, что у нас получается. Кстати, картинку, которую вы сейчас наблюдаете, была создана с помощью нейронных сетей Google. Они просто сделали штуку, которая вставляет лицо собаки во все предметы. А это все, что я хотел рассказать. Может, у кого-то есть какие-то вопросы? Егор, спасибо. Можно посмотреть, как происходит как раз обучение на основе картинки? Что такое слои? И ты обещал еще рассказать, когда обучаются, какими параметрами ты обучаешь этот нейрон, эту модель. Про средне-квадратичное отклонение я догадался, а там еще какая-то функция адресовалась. Да. Ну, то есть, обучение именно как на картинок я не покажу, потому что я брал готовую модель от TensorFlow. Вот. Не помню просто, что еще было в вопросе. Пятая строчка. Модель компании. Пятая строчка. Да. Оптимайзер и лосс-функция. То есть, про лосс-функцию я рассказал. Она показывает то, насколько на данный момент нейронная сеть угадывает. А оптимайзер это... То есть, ты указываешь тип, с помощью которого она будет менять веса и всякое прочее. Именно подробнее про эту категорию SGD и про категорию лосс-мин-сквад-энерри я, к сожалению, не могу рассказать. А про предний рядочек четвертый. Вот параметры network у кого-то даешь. Да. Я создаю нейронную сеть с одним нейроном и одним своем. ну тут все синтаксис особенностей библиотеки не всегда это выглядит красиво. А ну почему сам такие параметры выбрал? Почему сам один нейрон и один шар? Ну то выходит, что у нас линейная функция, для чего достаточно одного нейрона для эмуляции. да. Ну получается у нас просто один input как бы массив фото и один выход. Еще было два входа, то было бы два нейроны и так далее. На вход да. То есть у нас просто один слой. Если добавить слоев, то на вход будет допустим два параметра в каких-то скрытых слоях еще будет куча параметров, ну то есть тут я уже углубляться не стану. Да. И на выход мы именно ставим столько нейронов, сколько мы ожидаем получить. То есть в нашем случае один. То есть у меня вопрос тогда для всяких картинок и прочего чем руководствоваться при подборе таких параметров от балды просто долго будет подбирать. Может литература какая-то есть или рекомендации общие. Есть на Курсере курсы именно по TensorFlow, но на самом деле в полном статей о том, как обучать использовать компьютерное зрение. То есть не только картинки просто, можно и видео, и в реальном времени это все делать. Получается ну что проще рассказать, картинка развивается на кучу квадратов, каждый квадрат кидается на вход какому-то свою, он пытается распознать там какой-то объект, это все сжимается, используются сверточные сети. Абстрактно это звучит так. И уже на выходе мы имеем вейбы с вероятностью. Кто интересуется компьютерным зором, я не помню точно человек, но в принципе он достаточно много выступает, и Drone.io называется его проект. Это на его написано ряд инструментов, которые позволяют собирать видео, анализовать их, то есть на конференциях я показываю демки, как детектировать обличье, как дрон может следовать за человеком, перемещаться и использовать разные фильтры для этого. Не только обличье, а снова распознавать объекты. Жизненно важные органы. Можно поделиться, он выступал и на ДОГО выступал, и на ГОТАМГО, и на ГОФЕРКОНИ, то есть Drone.io. Еще такой рентуации. Егор, как человеку, который экспертом является, что от математического тензора в названии TensorFlow? Почему тензор? Экспертом не является, я говорил, уже познакомился с этим буквально пару месяцев назад, но тензор можно погуглить, вообще это математическая штука, которую придумал не TensorFlow, но проще говоря, это набор всяких формул с весами и всяким прочим. можно посмотреть, что из себя модель представляет уже сгенерирована файлик pb, по-моему, был. Да, конечно, это все есть в репозитории, это pb, то есть там бинарный код какой-то и лейблы, собственно, к этой модели. Лейблы тоже генерация в процессе генерации модели? Нет, лейблы нужно самоуказывать. Может, это не так? А где-то модельки свободные есть уже? Нагенеренные, чтобы их можно убрать? Да, да, конечно. Я тут привел в полезных ссылках репозиторий на гитхабе, где есть модели от TensorFall уже готовые. Спасибо. И я хочу выбрать, хлопцы зовут Ron Evans и GoCV, потому что платформа. Вань, по GoCV есть несколько библиотекек. Они разные, с разной степенью интеграции в версии библиотеки. Да, по сути, это просто в рампре. Так же, как и Python. Библиотек Python это раперы на библиотеках. It's the same. Но, если хотите поделиться, это Go4Con 2018 и .Go 2017 были прикольные презентации, которые показывают. Окей, спасибо. Я всем спасибо. И тогда следуйте за анонсменты. Я думаю, что мы с Женей скинемо линк на сторинку для запитаний. Будем мы там их собирать до нашего наступной встречи. Спасибо большое.